Христос был беженцем. Задача церкви – это войти внутрь этой ситуации и быть с теми, кому хуже всего. Мы решили, что мы создаем центр помощи беженцам. Иногда это деньги на еду, иногда это деньги на похори. Здесь государством вообще большие проблемы, как системы взаимоотношений между гражданами. Мы пытаемся работать поверх барьеров. Когда не получается поверх, мы работаем под. Я не думаю, что общество апатично, общество, на самом деле, просто не очень понимает, что можно сделать. Смерть моего врага, с точки зрения вечности, она мне не дает ничего. Потому что он просто взял и мы, а мы не договорились. А вот помириться мы можем успеть. Сделать что-то совместное мы можем успеть. Нельзя меня вы на агенты, понимаете, Богородица не вели. Но вообще в книжке, которая называется «Библия», про это написано очень много. Всем привет, это Форбсток. Сегодня мы вещаем из Петербурга. Я Елена Тафанюк, и со мной, как обычно, мой коллега Антон Жилнов. Антон, привет. Лена, привет. Привет, зрители. Мы находимся сейчас действительно в Петербурге, в церкви. Почему такое необычное пространство, мы сейчас объясним. Потому что с нами сегодня архиепископ Варяжский Балтийский Апостольской Православной Церкви Григорий Михнов-Войтенко, где с Григорием. Здравствуйте. Про что такое апостольская православная церковь, это не совсем русская православная церковь, мы еще поговорим с вами. Но главный наш предмет – это помощь украинским беженцам и вообще разговор о сострадании и оппозиции священников в этой и во всей тяжелой истории и испытаниях, с которыми мы все столкнулись. Ну, начать хотелось бы с того, расскажите, где мы находимся, потому что это церковь, но она такая очень нетипичная церковь. Под нами выдают помощь гуманитарную, причем, как я понимаю, и беженцам, и нашим бойцам, то, что я увидел просто на двери. Что это за пространство? Ну, вообще, это пространство, представьте себе, это бывший пивоваренный завод Степана Райзин, который в какой-то момент превратился в то, что называется модным словом, каворкинг, творческое пространство и так далее. То есть это церковь в каворкинге? Да, это церковь в каворкинге. Потому что апостольская православная церковь считает, что нету сейчас никакой необходимости тратить миллионы и миллиарды на строительство мегалитов, золочение куполов и так далее. Достаточно таких небольших пространств, чтобы верующие люди могли организоваться, чтобы община могла собираться, потому что 20-30-40 человек достаточно спокойно в этом пространстве помещаются. И к вам приходят сюда? Конечно, к нам приходят. Мы служим достаточно активно. Почему я вас позвал в том числе сегодня сюда? Потому что вечером у нас будет служба. У нас увеличился поток людей. Это каноническая православная служба? Это каноническая православная служба. Более того, я предпочитаю служить на церковно-славянском языке. Я так привык, и мне так проще. Отец Григорий, а что такое апостольская православная церковь? Понятно, что мы все можем погуглить и почитать, когда она образовалась не так давно. Но могли бы вы пояснить не статус ее, а ее отличие от... Чем отличается от русской православной церкви? Это независимая централизованная религиозная организация, которая совершенно отдельно и специально зарегистрирована министерством юстиции, в которую входят местные религиозные организации, в частности, Петербургская община. Но также еще довольно большое количество местных религиозных организаций в самых разных городах и российских, и не только российских. Как она возникла? На сентябрь 1943 года, когда товарищ Сталин решил возрождать русскую церковь, существовало две больших и большое количество малых православных религиозных организаций. Одна из них называлась Православная церковь в СССР, она же РПЦ, а вторая называлась Московской патриархией. Вот товарищ Сталин, подумав, решил это все объединить, и так возникла новая организация под названием РПЦНК. При этом довольно большое количество общин в России осталось на положении катакомб. Осталось на положении не входящих в эту официальную структуру. Понятно, что советская власть с ними продолжала бороться, достаточно успешно, и так далее, и тому подобное. Но вот в 90-е годы, когда формально началось такое возрождение российского православия, несколько человек, и среди них, конечно, в первую очередь отец Глеб Якунин, поставили себе задачу, что нужно вот эти катакомбные остатки общин и так далее собрать, дать возможность легализоваться, что, собственно говоря, и произошло к 2004 году. Была зарегистрирована централизованная религиозная организация это объединение православных общин апостольской традиции. То есть можно считать, что это наследник, преемник катакомбной церкви? Конечно, конечно. Только теперь это церковь в Каворкинге? Ну, теперь не только в Каворкинге. Понимаете, у нас разные, понятно, общины. У кого-то есть свои здания, которые они сами построили для себя, или кто-то построил, кто-то служит дома, кто-то служит в чистом поле. В данном случае место служения не принципиально. Церкви, подобной нашей, скептики обычно называют неканоническим православием и всячески уязвляют тем, что вас там не признают, вас там куда-то не зовут, с вами там чего-то там не общаются. Что сегодня уже тоже неправда. Потому что сегодня некоторых зовут, а другие и сами не едут. Понимаете, РПЦ, МП не общается ни с кем, объявив практически уже всех еретиками, кого только можно. Вас объявили? Нет, я имею в виду из тех, кого принято считать каноническими православными. Понимаете, они уже не общаются давно ни с Константинополем, ни с Александрией и так далее. Все это связано, конечно, с признанием православной церкви Украины. После этого расстроились все отношения в РПЦ. У нас отношения, наоборот, спокойные, ровные. Мы дружим со всеми, общаемся со всеми, с католиками, с литеранами, с православными, любых юрисдикций, понимаете. Для нас нет препятствий. Почему? Потому что мы пытаемся заниматься главным делом. Не храма строительством, а души попечения. И поэтому то, что мы принимаем участие в разнообразных гуманитарных действиях, это вопрос о души попечения, понимаете, а не к освоению бюджета. Потому что когда человек болен, когда человек ранен, когда человек дезориентирован, когда человек потерял все имущество, когда у человека на глазах погибали его близкие, обязательно нужно претенять руку помощи. А Русская Православная Церковь этим занимается? Ну, насколько я знаю, как-то тоже занимается. Понимаете, я, правда, честно говоря, видел некие данные, которые недавно озвучивали об объемах помощи, которые они оказывали. Ну, скажу честно, они вполне сопоставимы с нашими объемами. Хотя, конечно, мне казалось возможности немножко больше. Ну, вот я могу сказать про нас, понимаете, ну что я буду обсуждать других. Мы с марта месяца, это было специальное решение нашего синода, мы решили, что мы создаем центр помощи беженцам и вынужденным переселенцам на базе как раз питерской общины. Мы объявили о том, что вот мы собираем эту помощь. И суммарно все вместе мы очень быстро вышли с учетом еще того, что у нас довольно большое количество запросов, в том числе на высокотехнологическую медицинскую помощь. Суммарно мы вот каждый месяц оказываем помощь примерно на 4 миллиона рублей. Вот то, что собирается и то, что расходуется. Повторю, это медицинская помощь, это билеты, это проживание, хостелы, квартиры. Иногда это деньги на еду элементарно, иногда это деньги на похороны. К сожалению, таких случаев тоже довольно много. А много у вас беженцев сейчас под вашим попечением? Знаете, сложно назвать, понимаете, потому что понятно, есть какое-то количество семей, которые остались в Петербурге. Порядка, наверное, двух десятков семей, которые, ну, в силу разных причин. У кого-то здесь родственники, кто-то когда-то здесь учился, кто-то вообще, на самом деле, родом из Петербурга, но потом уже 25 лет жил в Мариуполе, и сейчас, предположим, бежав из Мариуполя, вернулись, собственно, в свой родной город. Правда, здесь уже не осталось к этому моменту ничего. Потому что все, что было здесь, было продано. Сейчас нужно снимать. Вот, порядка, наверное, 20 семей продолжает жить. В Петербурге, да, и в Мариупольцев. И примерно каждую неделю, ну, наверное, 30-40 заявок, то, что, как мы для себя назовем, поступает новых, на какую-то разовую помощь. Больше, конечно, вопросов, связанных с переездами. Это тоже очень серьезная проблема. Потому что не такая однозначная, как, скажем так, в пропагандистском паблике. Не все так однозначно. Да, не все так однозначно. Потому что я все время об этом говорю. И именно в том числе поэтому, считаю, кстати говоря, что церковь самое дело этим всем заниматься. Потому что кто-то хочет выехать, предположим, из Украины в Европу. Кто-то хочет выехать в Россию. Кто-то уже выехал в Европу и хочет вернуться назад. Самые разные возникают ситуации. Понимаете, людям с тяжелым посттравматическим синдромом, и они практически все, к сожалению, были в таком состоянии, что у них ПТСР практически у всех. Бывает очень тяжело определиться. Все мечутся. Они иногда начинают метаться. И ваша основная задача состоит в том, чтобы помочь им принять решение. Наша задача, во-первых, по мере сил и возможности успокоить. Во-вторых, оценить, скажем так, адекватность просьбы. Потому что понятно, что ситуация может, человек чего-то такое просит, а может быть не очень понимает, какие будут последствия. Предположим, недавно мы просто всеми силами отговаривали одного человека с довольно тяжелым букетом заболеваний возвращаться в Мариуполь, потому что в доме там ни тепла, ни света, ни воды. И, к сожалению, не уговорили, человек все-таки уехал. Но сейчас пытаемся держать связь. Как-то там сейчас все-таки наладилась возможность волонтерской помощи. Мы там организовывали перевоз тоже одежды, продуктов из Ростова-на-Дону в Мариуполь. Вот, понимаете, мы пытаемся работать поверх барьеров. Когда не получается поверх, мы работаем под. Потому что такой умный опыт, он позволяет работать хоть над, хоть под. А то, что вы священник, для людей это важно, что с ними говорит не психолог в данном случае, не специалист по вот этим посттравматическим синдромам, а священник. Как они к этому относятся? Ну, вы понимаете, что очень по-разному, конечно, да, потому что просто для кого-то это важно. Вообще Украина и восточная, и западная, и какая угодно, она значительно более религиозная страна, чем Россия. Более того, они как раз люди очень привыкшие к тому, что у православных человек может быть самой разной церковной принадлежности. И их это не смущает. Потому что у них куча церквей православных и таких, и католики восточного обряда, и одна в украинской церкви, и другая, и поэтому они к этому относятся очень спокойно. Как говорится, вот свечки есть куда поставить, значит православные. Другое дело, что понятно, кому-то это важно. И, конечно, было уже за это время не один раз, когда просили просто там, ну, именно о церковном разговоре, да, и какой-то оценке именно, ну, с точки зрения веры. Для очень многих это совершенно не важно. Ну, просто поговорить с хорошим человеком. Не ругаюсь, и уже хорошо, да, тем более, мне очень в этом смысле повезло. Я в 80-е годы служил два года в армии в Ивано-Франковске, так что трешечки размовляю украинскую мову. А много вот в Петербурге или в других городах таких, как вы, ну, священников, которые именно занимаются этой проблемой, и не просто работают с волонтерами и помогают финансово, но и разговаривают, встречаются и выступают с такого рода. Мне сложно сказать, да, я знаю очень многие религиозные общины, группы, опять же, и православные, и баптистов, и адвентистов седьмого дня, и пятидесятников, которые занимаются такого рода помощью. Мы уже тоже в разные времена, понимаете, потому что, ну, как вообще вот этого рода деятельность в целом, любая волонтерская, в общем, всегда горизонтальная структура, а здесь, поскольку к этому никто не готовился, да, то тут, слава богу, вообще, по-моему, даже, ну, я ни разу за вот все эти месяцы не сталкивался с тем, что кто-то пытается там на себя перетянуть покрывало, да. Вообще, да, такое ощущение, что люди как-то вот все взялись вместе и начали помогать. Вот все самые разные. Ну, случилась чудовищная беда, понимаете, и в этом смысле я хочу сказать, ну, вот тоже так это, может, немножко странно будет звучать для кого-то. Вот мы регулярно общаемся с тем же самым ОНФ, да, потому что в регионах ОНФ, значит, занимается всякой гуманитарной помощью и так далее. Если есть конкретная задача, если есть конкретная возможность, то, соответственно, они к нам, мы к ним, и все происходит, да, потому что мы исходим из одного, ребят. Вот когда это все кончится, вот тогда будут разборы полетов и вообще выяснения, кто там виноват, а кто прав и так далее. Сейчас мы занимаемся совершенно простой очевидной вещью. Вот есть человек, вот у него проблемы, вот ему нужно помочь. Беретесь? Отлично. Не беретесь? Ну, хорошо, мы там будем кого-то слепящего искать, да, как условно говоря, ищутся автоволонтеры, да. Есть чат, в этом чате там порядка ста человек, которые выразили готовность и желание, у кого есть время и машины, да, и, соответственно, вот завтра нужно отвезти трех человек. Кто готов? Я готов, все. А насколько волонтеры сейчас становятся, вот на вашем примере, такой системной силой и альтернативой государству в некотором роде? Ну, понимаете, если вы хотите моих оценочных суждений, то мое оценочное суждение заключается в том, что у нас сегодня с государством вообще большие проблемы, как системой взаимоотношений между гражданами. Вот, поэтому я как раз честно могу сказать, что вообще последние несколько лет, и значительно раньше 22-го года, наверное, года с 9-го, вот, еще в те времена, когда я служил в РПЦ и в Старой Руси, понимаете, я уже обращал внимание, как много делают волонтеры, какая это сила, какой это отклик и немедленная реакция на любой запрос, да, потому что мы там тоже занимались всякими разными историями социального служения, например, с лицами без определенного места жительства занимались, с ним еще что-то, на кого было опираться, ну, в общем, на те же волонтеры, вот, поэтому будущее, оно, конечно, за вот такими горизонтальными структурами, понимаете, плюс технологий, которые позволяют немедленно реагировать, в общем, на любой запрос, да, то есть нужно найти обувь, находится обувь, нужно найти деньги, находятся деньги, нужно найти ночлег, находится ночлег, нужно найти срочно в 23.00 онколога в Симферополе, мы находим онколога в Симферополе. Сколько человек с вами работает и помогает, я имею в виду, сколько волонтеров? Ну, смотрите, у нас есть такое, как бы, маленькое ядро, да, людей, которые, в общем, работают практически в режиме 24 на 7, вот, это, наверное, человек 10, вот, а дальше сотни, сотни людей, которые каждый выбирает какое-то, ну, направление, которое ему ближе, кто-то работает, вот тоже есть гуманитарный склад, есть замечательный проект с чемоданами, потому что очень многих не хватает ни сумок, ни чемоданов, они их закупают, помогают, значит, переупаковать вещи, там, и так далее. Кто-то занимается больше билетами, потому что может работать только удаленно, да, но зато теперь знает все возможности, все скидки, все пароли, все, там, эти самые агрегаторы, которые продаются максимально. Пойтись, Григорий, вот мы все вокруг ходим, ходим, вокруг да около, мы все никак не скажем, что ваша основная волонтерская деятельность заключается в том, что вы помогаете беженцам уехать. Нет, нет, нельзя сказать, что мы помогаем беженцам уехать, понимаете, есть несколько проектов, которые занимаются только этим. Мы как раз в какой-то момент для себя решили, что мы не будем на этом замыкаться, потому что когда мы начали сталкиваться, понимаете, когда сталкиваешься с живой историей человеческой, вот так вот в глаза смотришь, человек плачет и говорит, я не хочу ехать, я там никого не знаю, у меня все, что осталось, осталось там, в прошлом. Здесь я хотя бы понимаю язык, и говорит, а я здесь учился, понимаете, для меня вообще вот этот год. В России? Нет, например, Петербург, а у кого-то родственники в России, он говорит, ну куда я поеду, здесь я хотя бы могу, вот я понимаю, у меня брат, у него семья, вот у них там пристройка, они эту пристройку мне отдают, понимаете. И вот когда со всеми такими историями сталкиваешься, в общем, мы для себя довольно быстро определили, что мы не будем спрашивать, да, что называется, человека, хочешь уехать, вот мы сегодня и сейчас, да, вот сейчас что нужно сделать, понимаете. И дальше мы уже смотрим в том числе по развитию ситуации, да, могу привести пример, просто конкретно, да, когда молодая пара, муж, ну там жена, на самом деле, тоже пострадала под обстрелом, но муж в итоге ранения, у него ампутация, ампутирована нога. Вот. В принципе, они изначально, когда мы с ними связались, они нас нашли, и там наш координатор начал с ними работать, у них не было идей никуда ехать. Они предполагали, что они, так сказать, ну, самое страшное уже случилось, и у них вообще был план такой приехать в Петербург и здесь как-то попробовать жить. И когда они приехали, им уже в поезде стало мужу совсем плохо, и мы его со скорой снимали, просто с поезда госпитализировали в реанимацию, и стало понятно, что все очень нехорошо, потому что та операция, которую сделали в Донецке, к сожалению, она была, в общем, в боевых, в полевых условиях сделана так, как можно, но это, в общем, не спасение. Мы потом просто долго, дней десять, аккуратно связывались, в том числе, с волонтерскими организациями в Европе, выясняли, где его возьмут на реабилитацию, на последующее протезирование и так далее. И когда уже вот эта вся картина была понятна, мы их уговорили. Ребята, просто, ну да, состояние стабилизировали, жить будешь, но, к сожалению, возможности медицины такие, что здесь ты будешь колясочный. Значит, сейчас надо поехать туда, сейчас нужно пройти весь процесс реабилитации, протезирования, а дальше будете решить. Собственно говоря, да, потому что никто не заставляет оставаться в Германии, они потом смогут выиграть. Ну, слава богу, там все происходит, будем надеяться, что уже до Нового года, возможно, протезирование состоится. А насколько, вот вы, общаясь с украинцами, которые оказываются в России, когда вы общаетесь с ними, как они преодолевают это чувство, что, как бы, они на стороне противника находятся? Сколько людей, столько историй. Понимаете, единой истории нет. Довольно, ну, вот по моим наблюдениям, скажем так, резко против России были настроены люди, которые бежали из Харьковского региона. Вот как, может, кому-то покажется странно, хотя, опять же, Харьков, да и Харьковская область, такой, в общем, достаточно русскоязычный регион. Они были настроены очень жестко, и они все предпочитали, даже те, кто был вынужден здесь задержаться на какое-то время, предпочитали потом уехать. Мариуполь, вот как раз многие хотят остаться здесь. Что удивительно? Ну, вот удивительно, но это так. Понимаете, потому что, опять же, очень разные впечатления. И если посмотреть, в частности, доклад ООН о нарушениях прав человека, мы увидим, что, ну, вот есть, понимаете. Лучше его не смотреть. Да, ну, вот какие-то истории, которые рассказывают, в том числе, как бы, то, что принято называть пропагандистскими пабликами, да, ну, судя по тому, что рассказывали мне лично, люди, которых сложно заподозрить в какой-то распропагандированности и так далее, ну, что-то соответствует вполне действительности. Понимаете, потому что понятно, что когда идут городские бои, военные, то военные с обеих сторон, в общем, о гражданских думают во вторую очередь. Понимаете, и мне приходилось выслушивать о том, что вот нас украинская армия тоже подставила, и мы на них очень злые. Понимаете, поэтому, но в основном, в основном, в любом случае, понимаете, все-таки большинство людей, ну, разделяет, они понимают, где политическая власть, где армия, а где волонтеры, которые реально помогают. И где просто люди, которые им сочувствуют. Ну, конечно. А вы этих людей, сочувствующих и готовых помочь, вот в Петербурге, например, видите, потому что, ну, вы же читали все эти соцопросы, понятно, что вряд ли им стоит доверять, но, тем не менее, мы видим, что общество довольно апатично, все равно. Нет, я не думаю, что общество апатично, общество на самом деле просто, как всегда, не очень понимает, что можно сделать. Общество достаточно плохо живет, понимаете, потому что, опять же, довольно большое количество людей, нет возможности, нет времени на волонтерскую работу, потому что на трех работах, да, денег, которые на трех работах, да, хватает ровно, в общем, на ипотеку-то им, и что-то еще, и как бы человек выпадает, да, потому что... Он выживает. Да, он на самом деле, в основном, занят выживанием. Понимаете, довольно известный волонтерский чат, Питер проездом, Москва проездом, да, это десятки тысяч людей, десятки, понимаете, которые так или иначе вовлечены в эту работу. Вот. Ну, опять же, это работа, понимаете, это не просто массовое, там, я не знаю, мероприятие, сходить куда-нибудь и что-нибудь кому-нибудь высказать. Декомбанищина, да. Понимаете, это, в общем, очень напряженная история, повторю, практически, для тех, кто в нее уже влезает с ногами, это, в общем, действительно 24 на 7. Понимаете, это очень психологически тяжелая история. Да, это достаточно серьезный психологический прайсинг, да, потому что, ну, вот, две недели почти готовили выезд женщины, молодой женщины 89-го года рождения, из Херсона с дочкой 13-летней бабушкой глухонемой. Вот у нее онкология. Была чудовищно сложная организация вывоза, потому что в Херсоне нет сейчас скорой помощи, нет обезболивания, нет кислорода. Все это надо было не пойми, как на лодках, значит, с левого берега на правый перевозить. Ее вчера с большим трудом вывезли, сегодня она скончалась. Понимаете, то есть все-таки мы не успели, потому что вот эти полтора месяца, когда уже помощи в Херсоне медицинской нет, понимаете, они повлияли. Вот, это все нужно, в общем, переживать, да, тем более, что дочка еще сейчас там занимается, слава богу, есть волонтеры в Крыму, они в Джанкуе сейчас находятся. Вот, нужно оформлять документы, нужна военную опеку, ну и так далее. В общем, миллион следующих бюрократических проблем, понимаете, но в любом случае такие истории, естественно, бьют по башке. Вот, Асист Григорьев, я вас хотел спросить, вот эти истории, они бьют по башке на самом деле многих, и тех, кто читает, и тех, кто помогает, и тех, кто видит. Посоветуйте, как с этим справиться. Ну, я могу посоветовать, только то, что, да, я-то справляюсь очень просто, понимаете, вы приглянитесь назад, вот так я и справляюсь, понимаете, вот, потому что есть очень хороший образ, который использовал митрополит Сурышский Антоний, который был руководителем православной епархии в Соединенном Королевстве, много-много лет фактически его создал, создал эту епархию, вот, буря, в частности, когда вот, есть такой евангельский образ, когда Христос идет по воде во время бури, и вот в буре, в центре бури Христос, понимаете, то есть, если мы сталкиваемся, вот, христианство сталкивается, человечество сталкивается, с такими обстоятельствами, с которыми мы столкнулись, вот сейчас, в 22-м году, задача церкви, настоящая задача, это войти внутрь этой ситуации, и быть там, и быть с теми, кому хуже всего, понимаете, а кому хуже всего? хуже всего беженцам, хуже всего потерявшим близких, хуже всего психологически дезориентированным людям, вот, им хуже всего, и с ними мы должны быть, понимаете, а силы берем, ну, соответственно, там, где нам и положим. Ну, русская церковь, РПЦ, я имею ввиду, судя по тем объемам помощи, которых вы говорили, что они не велики, ну, с вашей точки зрения, с вашей церкви, мне бы казалось, даже не могли бы быть больше. Почему русская церковь не занята, вот, сейчас этим главным, то, о чем вы говорите? К сожалению, большинство общественных организаций, я напомню, что вообще по статусу любая религиозная организация в государстве современном природном, общественная организация, ну, большинство общественных организаций, это такой филиал политотдела, сегодня. Это касается и профсоюзов, это касается и творческих союзов, и так далее. Все, в силу разных причин, считаешь, вот самое главное сказать, что вот все делается правильно, вы гений, ваше величество. Вот. Для нас, я говорю, эта позиция кажется неправильной. Совершенно не обязательно обличать и совершенно не обязательно обвинять. Понимаете, наше обличение сейчас никто не услышал. Мы очень активно занимались, пытались, как только могли, антимилитаристской пропагандой до 24 февраля. Потом вас тоже накрыла цензура. Нет, дело не в цензуре, понимаете, дело в том, что я не вижу сейчас смысла. Почему? Потому что уже все случилось. Понимаете, потому что одно дело, когда мы пытаемся предотвратить, и довольно большое... Разве нет смысла пытаться остановить? А пытаться остановить можно и нужно, но это другая работа. И она не связана с гормогласными обличениями. Вот. Она связана с тихим, спокойным голосом и выстраиванием коммуникаций. Понимаете, мы вот сейчас выстроили довольно сложную коммуникацию, двустороннюю контактную группу Украина-Россия по гуманитарным вопросам. Ну вот мы пытаемся что-то сделать, понимаете, чтобы был какой-то обмен информацией, чтобы был обмен информацией о людях, которые задержаны, потому что и с той, и с другой стороны возникают не только военно-пленные, но и гражданские лица, которые попали в эту мясорубку, оказались в ненужное время в ненужном месте, да, их так или иначе задержали. Вот. Есть масса вопросов, которые... И вот эти коммуникации, понятно, что они в конечном итоге работают для, ну, как бы, снижения определенного градуса, да, в том числе такого истерического. Но это как раз сейчас вопрос довольно такой тихой и непубличной работы, как мне кажется. Вот. А в публичном пространстве можно и нужно делать то, что в наших силах. Это помогать тем, кому хуже всего. А кто сегодня, отец Григорий, занимается, если кто-то занимается помимо вас и общественных каких-то организаций, негосударственных, процессом осмысления беженцев. С точки зрения социологии, с точки зрения там, истории, вот, какая-то работа происходит, потому что, ну, это же довольно патастрофичная вещь и для социолога, и для историка, не только с точки зрения боли и гуманности, а просто с точки зрения, в том числе, и статистики. Я знаю несколько просто групп, которые, по-моему, сейчас, что называется, ну, тоже, можно сказать, на волонтерских началах это делают. Это ученые или... Ученые, студенты, ну, ученые со своими студентами и так далее. Вот, это и российские, и не российские, я знаю, по крайней мере, две такие группы, которые пытаются вот что-то такое осмыслить. Ключевой проблемой является отсутствие информации. Дублирование информации, которая в итоге дает очень странные цифры. Там, полтора миллиона беженцев вывезено России на свою территорию. Говорит кто-то. Через два дня уже кто-то говорит три миллиона. Еще через неделю погранслужба ФСБ публикует свои данные, у них почему-то триста пятьдесят тысяч. Я склонен верить как раз погранслужбе ФСБ, потому что они все-таки довольно такая серьезная организация, и они просто ставят штампики на эти самые миграционные карты. Вот эта информация, она, к сожалению, очень часто сейчас, ну, скажем так, не точна. А в мире она была точна? Потому что история с беженцами происходит не только в этом конфликте. Конечно, понимаете, в общем, оно, конечно, все зависит в том числе от того, куда беженцы бегут. Потому что довольно прозрачная схема, связанная с учетом беженцев в Европейском Союзе, и понятно, что когда Евросоюз дает какие-то отчеты, они достаточно четко дают цифры, какое количество граждан, какой страны въехало, осталось, получило помощь и так далее. А то, что в России непонятно? То, что в России непонятно, понимаете, потому что тут есть несколько обстоятельств, одно из этих обстоятельств, связанное с тем, что если мы говорим о Донецке и Луганске, довольно большое количество людей, у которых были получены российские паспорта, значит, соответственно, они учитываются другим образом. Это все создает вот такую возможность для разночтений, но и, естественно, когда эти цифры и в России, и на самом деле, к величайшему сожалению, мы ему лично и в Украине зачастую становятся предметом манипуляции и пропаганды, потому что вот сегодня и сейчас нужно выдать какой-то хлесткий заголовок. И этот заголовок выдается, потом через несколько дней выясняют, что это был фейк, но цифра уже прозвучала. И уже где-то на подкорке у человека, который в силу разных причин неглубоко в этом процессе, она остается. Миллион детей украли на украинской территории, увезли в Россию. К счастью, наверное, это не соответствует действительности. Но это звучит как фейк. А россияне, которые массово уехали, но в основном мужчины после 21 сентября, после объявления мобилизации, они беженцы? Для меня они, конечно, беженцы. но в данном случае я использую не юридический термин, а смысловой. Потому что кто такой беженец? Беженец это человек, который не может оставаться в своем родном городе, который вынужден сорваться и уехать. Христос был беженцем. Есть такое замечательное и правильное выражение. Почему? Потому что в момент, когда царь Ирод объявляет об избиении младенцев, оставаться дома невозможно. Нужно бежать. Вот то же самое. Понимаете, если человек не может оставаться дома, какие бы обстоятельства ни были, от чего бы он не бежал? От пожара, от экономики, от мобилизации, он беженец. Как вы считаете эта ситуация может сглаживаться когда закончится острая фаза всего этого кошмара, вопрос с беженцами все равно будет актуальным. Я думаю, что на самом деле это все очень надолго. Вот я могу просто сказать в том числе например по целому ряду каких-то своих добрых знакомых. Потому что одно дело уехать на месяц на два. Другое дело, когда вся история уже в любом случае затянулась и люди достаточно долго и люди должны были решать что-то с работой или решают что с детьми где им учиться и поскольку сейчас всякие технологические возможности с удаленным доступом или вообще онлайн тем же самым преподаванием журналист журналист на самом деле они стали выглядеть совершенно по-другому то смотришь уже через несколько месяцев и говорю о людях например которые при всем при том скажем так достаточно обеспечены они говорят слушай знаешь мы тут подумали я недавно разговаривал с приятелем мы все-таки покупаем дом потому что ну что нам ждать когда мы вернемся то это перемешивание понимаете вот оно конечно очень сильно повлияет и оно не закончится потому что для того чтобы что-то стало меняться в первую очередь должны быть установлены боевые действия это понятно во второй очередь должен уже начаться какой-то переговорный процесс этот переговорный процесс для многих он скажем так он должен быть понятным Потому что а что в итоге там, а как это выглядит, а где проходит граница, какие законы будут действовать, а по законам той или этой страны я буду возвращаться, потому что если я вернусь по законам ненужной страны, я рискую, например, получить срок за измену Родине. Ну так получится, понимаете, потому что для вот той стороны я герой, а для этой стороны я изменен. Вот где пройдет граница, будет амнистия, не будет амнистия и так далее. Я понимаю, что даже если стрельба прекратится сегодня к вечеру, то вот эти все вопросы, это еще минимум на полгода, а то и на год, пока они будут решаться. Значит, большое количество людей, непонятно, когда начнет возвращаться. Более того, можно сказать, что целый ряд стран, например, Ирландия, например, Канада, они стремятся так быстро интегрировать беженцев, тому, кому уж они дают эту возможность, что понятно, что оттуда люди не поедут. Вот. И думаю, что с россиянами со многим будет то же самое. Понимаете, потому что опять мы сейчас видим статистику, мы понимаем, что выезжали наиболее социально активные, наиболее люди, которые, потому что мало иметь востребованную профессию, да, еще нужно иметь некие адаптивные свойства, да, так сказать, готовность интегрироваться, потому что, конечно, несмотря на то, что я раньше сам себе возражу, понимаете, все-таки разные обстоятельства, человек бежит от потому что действительно в этом городе стреляют и существует прямая угроза жизни, да, или человек бежит от перспектив войны. Некоторые разницы есть, значит, бегут в первую очередь те, у кого максимальная адаптивность психика. Пока самые активные. Знаете, я вот у вас еще вот хотела спросить давно, меня волнует вопрос. Сейчас очень популярно стало обсуждать тему коллективной вины и коллективной ответственности. Кажется, что обсуждение этой темы и признание коллективной вины первый шаг к геноциду. Что вы про это думаете, про коллективную вину и коллективную ответственность? Ну, вообще, в книжке, которая называется Библия, про это написано очень много. Потому что, собственно говоря, Моисей на правах пророка Господа Бога, он примерно так и создает еврейский народ. Потому что, в общем, это такой процесс создания, процесс воспитания через осознание коллективной общности, через восприятие ответственности. Понимаете? Потому что ответственность от нее точно никуда не деться. Во всех смыслах этого слова. Мы ответственны за наших детей. Ну, да, сказали. Как это практически? Что это означает? Понимаете? Это вопрос коллективной ответственности. В любом случае, я думаю, что все русскоговорящие люди, какую бы позицию они не занимали по отношению к военным действиям, как бы в каком качестве они в этом не участвовали, в том числе категорических антагонистов, просто по факту того, что мы понимаем, что говорят с обеих сторон, мы несем очень серьезную коллективную ответственность за то, что произошло. Можно как угодно говорить. На постсоветском пространстве, на территории бывшей Российской империи, не важно. Ведь мы действительно привыкли воспринимать, у меня, не знаю, самые первые детские воспоминания, они связаны с чем? С Крымом. Потому что тогда там был филиал студии имени Горького, и мама туда ездила на работу, а я, соответственно, ездил вместе с ней. И Крым – это то, что первое я помню. Вот. Это все имеет к нам отношение. История про кошмарное, чудовищное, история про Туцци и Пхуту имеет тоже к нам отношение, но просто по факту того, что мы люди. И мы жили в этот момент, когда в 93-м году в Руанде был весь геноцид. И мы спокойно спали, и не очень интересовались, и вообще не вникали в эту проблему. Точно так же и все человечество несет свою долю коллективной ответственности за любые военные действия. Потому что все равно понятно, что слесарь из Чикаго вряд ли думает о всех этих подробностях, но американские политики, конечно, тоже думали. И у них тоже были свои рычаги влияния, которые до конца не использовали для того, чтобы... То есть вы считаете, что все человечество несет за это ответственность? Я считаю, что все человечество... Они типа русские виноваты. Нет. Русские виноваты в своей части. Понимаете? И русским, которые захотят восстановить у себя нормальную жизнь, придется это все учитывать. Понимаете? Просто степень ответственности у всех разная. Вообще христианство как раз тем и отличается, что в отличие Ветхого Завета оно сказало, что все люди братья. И всю эту ответственность распределило, в общем, на всех. Вот кажется, понимаете, что это очень созвучно с тезисом довольно антисемитским. Евреи Христа распяли. Конечно. Вот это вся коллективная вина. Конечно. Ну к чему это приведет? Ни к чему хорошему это не приведет. Понимаете? Но в том и отличие есть антисемитский тезис «Евреи Христа распяли» и есть евангельский текст «Кровь его на нас и на детях наших». Понимаете? И это тоже никуда не выкинуть. И эти слова в Евангелии вписали не антисемит. Понимаете? Просто вопрос понимания, что значит ответственность. Ответственность за преодоление. Понимаете? Я часть вот этой деятельности волонтерской тоже рассматриваю как ответственность. Потому что это наша ответственность за то, чтобы помочь людям, которые в том числе, скажем так, по нашей вине оказались в такого рода ситуации. Форма искупления. Ну не искупления. Понимаете? Искуплением там будем заниматься. Но это форма фиксации моей ответственности. Отец Григорий, вот сейчас огромная поляризация в обществе. Она началась не с 24 февраля, а гораздо раньше. И когда читаешь ленту, фейсбука или новостную, в телеграм-каналах, все желают друг другу смерти. И все радуются смерти и так далее. Какой выход из этого может быть с точки зрения вас, как священника, для людей? Как им помочь не желать друг другу смерти? Если в этом нужна помощь какая-то? Да, конечно, нужна. Потому что это действительно абсолютное такое расчеловечивание. И надо сказать, что вот в процессе этого расчеловечивания особенно четко становится видно, что дьяволу, ему же все равно, кто прав и кто виноват. И чья война благородная и справедливая, а чья война захватническая. Потому что как только человек отказывается видеть в другом человека, начиная со всех эвфемизмов, которые я сейчас не очень хочу повторять, но которые есть у каждой своей стороны для обозначения противника. И каждое это обозначение, оно же расчеловечивает противника. Оно превращает его в сказочный персонаж. И это тоже очень опасно. Потому что христианский подход, он единственный, который в этом смысле возможен. Мы ждем, столкнувшись с противником, неважно, идейным или каким-то еще, мы надеемся на изменение его, скажем так, подхода. Изменение его сознания. Через диалог, через покаяние, через осознание, через длительные какие-то такие процедуры. Смерть моего врага они не приносят, ну мне физически, что называется, да, мне, ах, меня не убили. Но с точки зрения вечности, она мне не дает ничего. Потому что он просто взял и умер, а мы не договорили. Понимаете, мы не выяснили, кто из нас прав, кто виноват, он просто умер. Это не правота и, то есть, понимаете, это как раз очень важно. Потому что никто из нас не увидит прекрасную Россию будущую, там, 24 века. Понимаете, мы просто физически все равно не доживем. И спорить об этом бессмысленно. Да, мы прикладываем какие-то усилия, мы что-то такое хотим заложить, сделать и так далее и тому подобное. Но мы же этого не увидим. Мы все равно не доспорим. А вот помириться мы можем успеть. Понимаете? И сделать что-то совместное мы можем успеть. И задача как раз христианская, она в этом. А какой путь, как вы считаете, должны и могут пройти россияне и украинцы для их примирения? Потому что сейчас, конечно, между народами говорить о каком-то примирении невозможно и рано. Как оно может происходить, это примирение? Я думаю, что путь будет на самом деле довольно быстрым. Почему-то мне так кажется. Понятно, что сейчас на пике. Понятно, что сейчас действует пропаганда. Но я вижу, какое количество людей. Опять же, я сейчас не оцениваю в этом смысле отношение людей к происходящим военным действиям. Да-да-да, понятно. Это мы оставляем закатом. А именно с точки зрения к другой нации. Да нету никакого, понимаете? Нету никакого в этом смысле такого укоренившегося. Понятно, что есть и будут политические процессы. Понятно, что украинская государственность будет дальше в этом смысле отстраиваться. И, так сказать, государственный язык, значит, это язык украинский, а не русский. Вот я думаю, что для многих всё, как только закончатся боевые действия, как только вернутся к мирным переговорам, в общем, многое нормализуется. В отношении между народами? Да. Понимаете, хотя, конечно, после любой. Понимаете, остаются люди, которые, несмотря ни на что, остаются в такой жёсткой оппозиции. Что было после чеченских войн? Понимаете? Что было после афганской войны? Понимаете? Ну, вроде мы смотрим, вроде, когда уже даже к то моменту, когда выводили советские войска из Афганистана, и то вроде уже все говорили шурави, и уже вроде как все уже начали успокаиваться. Вроде все, но не все. Потому что всё равно оставались люди, родственники которых, предположим, погибли на их глазах, и они для себя, даже если он физически не поедет мстить, понимаете, но физически он будет говорить не прощу. Понимаете? Такие люди, конечно, тоже будут. Но тогда как они простят Россию? Я это говорю потому, что я очень надеюсь, что всё-таки большинство, большинство, несмотря на весь ужас, понимаете, сейчас особенность, очень серьёзная особенность нынешней ситуации в том, что всё, что происходит, происходит онлайн. Понимаете, это может быть первая такая онлайн. Понимаете? Потому что не успевает произойти то или иное событие, как его выкладывают во все сети. И это приводит, как нам сказал Нюта Федермейстер, к постоянной ретро-аннотизации. Конечно, конечно, конечно. Понимаете, более того, видите, уже там даже стороны, в том числе военные, говорят, нельзя выкладывать, запрещено выкладывать. Всё равно люди выкладывают. Вот он ехал, вот у него на глазах случилось, он доберёт и снимает. Ещё как-то комментирует. Обязательно с предуведомлением, будьте вы прокляты. Опять же, неважно с какой стороны. Но вот это всё количество человеческих тел, количество этой крови, понимаете, оно, конечно, работает постоянным вот таким раздражителем. Почему я и говорю, что как только это прекратится, многое сразу пойдёт на спад. Это просто такой объективный психологический момент. Я в этом просто не сомневаюсь. Вообще кажется, что мы столкнёмся с новым явлением, очень сильной травматизацией общества из-за того, что вы сказали. Конечно. Как-то с этим придётся что-то делать. Вот, вот, вот. Самая сложная проблема – это вот это. Я скажу честно, что мы постоянно сейчас как раз работаем над тем, но у нас были уже программы, потому что у нас, у нас в церкви в том числе, довольно много людей с психологическим образованием, с степенями всякими разными, понимаете. И не просто снижение тревожности, а снижение уровня агрессии. Есть всякие разные программы, которые сейчас надо будет начинать адаптировать вот с учётом этих обстоятельств. И это в том числе работа, которой надо будет очень серьёзно заниматься как раз, ну, на мой взгляд, общественными организациями и религиозными организациями. Такое глажение по голове, успокаивание с разговорами о том, как искать варианты примирения. Есть же очень интересный уже опыт, прекрасный опыт Великобритании, связанный с примирением жертвы и преступника, вот, или родственников жертвы, да, это оказывается самым сложным, потому что жертве самой и преступнику самому зачастую примириться легче. Вот, а если, к сожалению, в результате преступления родственник погиб, то простить преступника, это, в общем... Вы на опыт Великобритании какой именно ссылаетесь? Тюремное услужение, ну, поскольку у меня большой опыт, вообще, по разному тюремному служению, совершенно особо. Создание групп, вот, для, ну, такой, своего рода модерации, понимаете, по выстраиванию вот именно процессов примирения между преступником и жертвой. И в Британии это прям разработано целая методика? Да, это разработано, они начали этим заниматься уже в 70-е годы, понимаете, это очень серьезная, очень мучительная, очень кропотливая работа, понимаете, но я уверен, что вот такого рода, причем она там ведется именно под эгидой церкви. Ничего себе! Ну, такой вот вариант тюремного служения, понимаете. Кое-что делается, кстати говоря, и в Америке, и в Германии, но у англичан с этим лучше всего. Вот, это те программы, которые тоже, наверное, будут обязательным. Вам скажите, я надеюсь, после нашего выпуска о вас и о вашей деятельности узнают гораздо больше, но вас не душат, не пытаются сделать так, чтобы вы замолчали, потому что ощущение, если смотреть на НКО, на общественные организации в России, на правозащитников, то такое впечатление, что по ним не впечатление, а это так и есть, что все они репрессированы, растоптаны, закрыты, признаны иноагентами и так далее и тому подобное. На вас, а, нет ли давления, и, б, то, что вы видите в отношении своих коллег, в данном случае со стороны правозащиты, да, потому что вы еще и как правозащитник звучите, вы видите в этом такой отголосок советского опыта репрессивного? Нет, я не вижу в этом отголосок советского репрессивного опыта, это уже какой-то свой собственный новый репрессивный опыт. Технологичный. Да, понимаете, потому что, опять же, в советские времена, там, 70-е годы, в общем, если сравнить, они были значительно более вегетарианскими, надо сказать, чем то, что происходит сейчас. Вот тут недавно вспоминали о том, что, предположим, статья 190 прим, распространение заведомо ложных измышлений поручий советский общественный, государственный строй, устный, письменный, а также прочей иной форме, каралась срок, я просто хорошо помню, мне ее предъявляли, в 85-м году, она каралась до трех лет, а сейчас те же самые всякие фейки и прочее до десяти лет. Другое дело, что мне почему-то кажется, более того, практически в этом уверен, что из них никто не досидит отмеренные сроки, потому что, в общем, бесконечно главная ошибка людей, которые отвечали за принятие вот всех этих решений, она заключалась в том, что они не учли простую вещь, невозможно бесконечно находиться в состоянии истерики. Понимаете, можно поистерить день, два, три, четыре, а потом все-таки либо тебя в дурдом отвезут, понимаете, либо ты просто, соматика тебя задушит, и ты… А мы находимся в состоянии восходящей истерики, довольно длительное время. А я думаю, мы находимся практически на пике. Думайте. Ну, судя по звонкам министра обороны, мы на пике. Хочется в это верить. В звонки про грязную бомбу. Да, 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 да. Хочется в это верить, да. Я в конце… Подожди, а надо спросить же, самый главный вопрос, почему вы еще не иноагент? Именно. А нельзя, нельзя меня вы иноагенты, понимаете, Богородица не велит. Когда принимали это законодательство, религиозные организации исключены из перечня организаций, которые могут быть признаны иноагентами. О, ничего себе. Ну, всегда можно же признать это самое кем-нибудь еще. Зачем обязательно иноагентам? Я бы хотел еще личный вопрос задать, потому что, когда гуглишь вас, вы сын Александра Галича. Расскажите про вот эту вашу личную историю. Ну, я даже не знаю, с чего начать, понимаете. Это так, во-первых. Да, это так, да, это так. Это так, разумеется. А более того, в силу совершенно неожидавшихся причин, но так получилось, что эта история была очень подробно зафиксирована судами еще РСФСР. Потому что, когда в 1887 году как раз, во-первых, пошел процесс реабилитации, во-вторых, как раз вернулся из армии в тот момент. Дело в том, что в 1868 году был изменен кодекс семейный в РСФСР, а до того действовал еще сталинский. В сталинском семейном кодексе, значит, отец мог быть вписан только если родители состояли в браке. Если родители в браке не состояли, то там стоялся прочим. В 1868 году этот порядок изменили, и можно стало вписывать всех. Ну, поскольку я родился в 1867, то, соответственно, у меня там стоит ничего. Вот. И существовала процедура, ну, она, собственно, и существует, абсолютно такая законная, да, когда человек обращается в суд, в том числе, если родители уже даже умерли, на основании там документов, свидетельских показаний, всякого такого, как бы восстанавливает эту упущенную запись, да, подтверждает отцовство. Вот. Приходили разные люди. Приходила Маргарита Терехова, приходил Бен Саранова, приходил Вадим Емельянович Максимов. Елена Георгиевна Бонар какие-то письма писала. Суду именно. То есть, в итоге получилось, что взаимоотношения, в том числе, моих родителей, зафиксировано на очень большом количестве листов. И я иногда подумываю вообще, а не издать ли это, потому что там есть очень такие забавные подробности их совместной жизни, которая, к сожалению, так сказать, надолго не задалась, в том числе, потому что в 73-м году мама умерла, вот, и в 74-м году, в общем, отец уже и уехал после этого. Вот. Обсуждался, кстати говоря, так если говорить о семье, обсуждался то, что мы с бабушкой поедем туда, но очень быстро выяснилось, что в Норвегии жить не получается, Галичем, вот, в Германии тоже не очень получалось, вот во Францию, думали, вот во Францию теперь уже. Но все произошло значительно быстрее, поэтому я остался тут и дальше никуда не собираюсь. И вот к разговору про эмиграцию даже не задумывайтесь об этом, потому что когда вы уходили из РПЦ, были, я так понимаю, разговоры и мысли о том, чтобы в одну из русских зарубежных церквей... Да, да, да. Ну это был 15-й год, тогда были немножко другие все-таки тоже расклады, но к счастью, к счастью не сложилось. К счастью? К счастью не сложилось. Вы не хотите сейчас уже? Нет, категорически. Почему категорически? Потому что я здесь нужнее. Понимаете, сегодня я, в общем, определенный человек функции. Понимаете, я здесь нужнее. Ну и вы эти выводы еще и по судьбе вашего отца какие-то сделали? Нет, нет. Понимаете, естественно, художнику, журналисту, кому угодно, ну, во-первых, всегда можно поехать, всегда можно вернуться. И мы знаем массу таких примеров, в том числе людей, которые мигрировали в те же годы или, точнее сказать, были выдавлены из страны, они возвращались в Россию потом в 90-е, потом кто-то опять уезжал, да, это, собственно, опять же. А кто-то зацперед ездит и ничего. Да, понимаете, если смотреть на опыт католической церкви, да, там легко переводят священника из страны в страну и тоже ничего плохого и страшного нет. Нет, вопрос не этого примера, а вопрос того, что я сегодня здесь нужнее. Это как врач. Да, понимаете, поэтому я не исключаю ничего, да, понятно, что жизнь будет такой, какой она будет. Ну и откуда и куда придется кому бежать, мы заранее сказать не можем. Вот, но мой выбор в том, чтобы оставаться здесь. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Спасибо.